сегодня мы поговорим о механизмах экономики внимания все механизмы экономики внимания завязаны в первую очередь на совершенно новый для уже прошлого десятилетия вида компаний фирм который называется платформа платформа это особый вид фирм который отличается от всех прочих тем что он использует и капитализирует не товары не даже сбыт этих товаров не рекламу не контент не что-то еще а данные о своих пользователях то есть платформа это особая цифровая инфраструктура это особое место где встречаются конкретные пользователи и за вот эту возможность встретиться до вступить коммуникацию платформа не берет деньги как это было да где-то в начале ранние социальные сети пытались быть платными но это не работает так не работает и получается на этом строить компания да они просто обрабатывают всю информацию которую они имеют о своих пользователей то есть каждое цифровое взаимодействие она очевидно записывается о нем заносится определенные данные и собственно этот вот массив данных можно обрабатывать можно использовать как конкурентное преимущество можно продавать рекламодателям и т т.п. соответственно платформа это особый вид фирм которые зарабатывают не на производстве не на сбыте товара и не на рекламе а на том что он накапливает обрабатывать данные этот вид фирм имеет ряд особенности так самая главная особенность это работа с данными до система хранения обработку этих данных и собственно главный капитал да это вот эти данные о пользователях которые они никогда никому не отдадут не продадут хотя алгоритмы до некоторых случаях возможен переходы Второй очень важный момент, что доступ к платформе Обычно чаще всего, за редким исключением, бесплатный Платформа, так как она заинтересована в накоплении Как можно большего количества данных И, соответственно, пользователи, которые эти данные будут вырабатывать Они заинтересованы в том, чтобы их было как можно больше И они, соответственно, бесплатно предоставляют доступ к себе То есть нас не берут деньги за то, что мы пользуемся социальными сетями За редким исключением Мы в социальной сети не работаем чаще всего Или мессенджерами, или чем-то еще, или Uber и так далее С нас собирают просто всю информацию о том, что мы на этих социальных сетях О том, что мы на этих платформах совершаем И вторая бесплатность Третья особенность, что такие платформы, они стремятся к монопольным формам Они стремятся к гигантским, совершенно вытесняющим все и вся формам Потому что платформа просто так устроена, что она не работает, есть ли их множество То есть если у нас несколько социальных сетей, конкурирующих друг с другом Если у нас, например, есть одноклассники в ВКонтакте То одна из них не работает Одна из них не прибыльная То есть для того, чтобы я был в той или иной социальной сети Мне неудобно быть в двух или в трех Я ухожу в ту, где большее количество моих знакомых и друзей И они обычно сегментируются по разным аудиториям То есть в одноклассниках сидят одни люди И те, кто сидят в одноклассниках, не сидят во ВКонтакте обычно И так далее и тому подобное То есть она должна оккупировать определенную нишу И если ее начинает теснить в этой нише То, скорее всего, эта социальная сеть умрет Так или иначе То есть платформа тяготеет к вот этим монопольным, большим, глобальным формам Потому что такой принцип ее работает Она, собственно, окупается только в том случае Если она притягивает и удерживает больше пользователей, чем другие Если она переманивает у других платформ Либо если она единственная платформа И она стянута к себе И в пределе должна появиться вот эта одна большая платформа И самое интересное, что, собственно, вот этот рынок платформ Он давным-давно поделен, лет 10 назад Вот это вот есть выражение большой четверки Amazon, Google, Facebook и Apple Которые, собственно, поделили вот этот самый рынок Так называемый гафа И нового ничего не происходит Facebook выкупает все, что происходит нового Instagram, WhatsApp Все принадлежит, соответственно, Facebook Google выкупает все, что может с ним конкурировать Яндекс пытается с ним конкурировать сегодня Но у него не так, чтобы Есть какие-то большие перспективы в этом направлении Несмотря на то, что есть какие-то локальные победы на локальных рынках Но тем не менее Короче говоря, платформа Должна быть монополией Иначе она просто не выживет Она так устроена Если от нее начинают уходить пользователи Она начинает разоряться Она перестает быть актуальной Рекламодатели перестают покупать у нее аудиторию рекламу Это, соответственно, три главные особенности платформы Которые выделяют такой исследователь, как Никсер Ничик В своей книжке, которая так и называется Капитализм платформ Или еще переводится как платформенный капитализм И самое, что важно И как это связано, собственно, с экономикой внимания Что вот эти платформы Это гигантский капитал Это гигантская доля, собственно, мирового капитала Она заинтересована не в том, чтобы производить товары Она заинтересована не в том, чтобы продавать товары Возбуждать в нас желание Мы говорили об экономике желания в прошлый раз Она заинтересована в том, чтобы удерживать внимание Как можно большего количества пользователей Привлекать новых пользователей И удерживать старых И все ее усилия направлены именно на это И основными формами удержания внимания Экономическими механизмами, с помощью которых платформа Например, да, социальная сеть проще всего Потому что мы все с ними знакомы Их на самом деле три Это игра Это обмен контентом И это дизайн или архитектура условно Вот на три этих больших направления Можно поделить Каждая платформа использует все три Потому что просто экономически эффективно Что имеется в виду, когда мы говорим под игрой Как механизмом удержания внимания Или технологией удержания внимания Игра – это особый способ взаимодействия Это форма каких-то заданий Задач, проблем За решение которых следует вознаграждение пользователя Здесь не имеет на самом деле большого значения сюжет Здесь не имеет большого значения роли Здесь имеет значение вот в этой части Где мы говорим об экономике внимания И о платформах Речь идет о вознаграждениях О системе ревардов так называемых И это используют абсолютно все Сегодня даже Сбербанк За то, что мы совершаем те или иные действия Вознаграждает нас баллами, кэшбэком и так далее То есть вот эта система вознаграждения Она нужна для того, чтобы человек всегда возвращался Снова и снова Чтобы он эти баллы условно зарабатывал И это как бы вот такой основной механизм И пенсионная система так сегодня устроена И Сбербанк и различные другие То есть гимификация всего и вся Она как бы вот Главное направление, наверное, в редизайне Там, в реструктуризации фирмы сегодня Оно связано с вводом вот этих элементов игры Когда пользователь, да Когда мы своего покупателя Понимаем как пользователя игры Который должен зарабатывать баллы И мы не должны ему чего-то втюхивать Мы должны удерживать его внимание Тем, что как бы постоянно его вознаграждаем И подогреваем его вниманием Второе направление, да Это обмен контентом Связанный напрямую уже с социальными сетями Когда вот этот алгоритм Веб 2.0 Позволил превратить вот этого пассивного потребителя Массовой культурой Да, вот этого большого единого потока Там из Голливуда Из откуда угодно Да, какого-то единого массивного Пассивного потребителя Превратить в активного пользователя Активный пользователь Не столько потребляет контент Сколько его производит И социальные сети Заточены именно на то То есть раз у нас задача Не воспроизвести в нем желание В нашем пользователе или потребителе Наша задача Пробудить в нем внимание Удержать внимание Да, то есть когда мы говорим Про удержание внимания Имеется в виду Грубо говоря, если совсем Увеличить процент экранного времени Чтобы он был прикован к нашему экрану Как можно дольше Да, и сейчас Как бы последние разработки Связаны с тем Как бы еще и сон Включить туда Вот было бы здорово Чтобы мы еще и во сне Сидели в соцсетях Тогда было бы совсем замечательно И нам бы там могли Показывать рекламу Так вот, обмен контентом Это история Связанная с тем Что мы подогреваем интерес Тем, что человек Побуждается к производству контента Да, нас социальная сеть Постоянно спрашивает Что у нас нового Социальная сеть Постоянно просит нас Подвести итоги года Итоги месяца И так далее Спрашивает нашего мнения По той или иной проблеме Просит нас высказаться Да, какие-то комментарии Какие-то те же самые флешмобы И так далее То есть вот это Следующий важный момент Я захожу в соцсети Не только для того Чтобы меня наградили Вниманием Да, баллами Или чем-то еще Я еще захожу для того Чтобы высказаться И вот это Как бы пространство Активности Да, производство Контента Да, оно нас Удерживает Тоже в социальных сетях И третий момент Такой Наверное Самый очевидный Это момент Связанный с дизайном И архитектурой То есть Сама структура Внутренняя Да, то есть Архитектура Платформ Заточена На то Чтобы удерживать Наше внимание Кнопки расположены Удобно Они находятся Там, где надо Прямо под мышкой Только нужно кликать Свайпить и так далее То есть, например Такая вещь Как лента Да, в социальных сетях Вот эта история С проведением пальцев Суперудобная Медитативная И так далее То есть Вот эта вещь Она Ее уже кто-то придумал Да То есть Это штука Которая призвана Удерживать наше внимание Нам может не нравиться Что мы листаем Но как бы Само движение Да, сама архитектура Того, как устроена соцсеть Направлена на то Чтобы удерживать наше внимание Как можно дольше Увеличивать процент Экранного времени И дизайн Речь идет Соответственно О вот таком Привлекательном дизайне Когда Там Все эти истории Про цвет денег Про то, что Есть кнопки Которые кликают Цвет, который кликает И цвет, который не кликает И так далее И тому подобное То есть если Грубо совсем Когда-то Все говорили Дурацкие Такие совершенно вещи Про продающий Красный Или про революционный Красный То сегодня Конечно Красный Это Тот красный Который Заставляет кликать Не столько покупать Не столько хотеть Не столько Желать Хотеть Валеть В светлое будущее Или Шубу Или чего-то еще Квартиру Машину И прочее А просто кликнуть Кнопка Красивая Привлекательная Я на нее Соответственно Кликну Вот это Соответственно Три Таких главных Направления В котором ведутся Разработки По удержанию Внимания Это еще раз Игра Геймификация Это обмен контентом И новые совершенно Форматы Постоянно нужно Придумывать И так далее И тому подобное Собственно Новые Соцсети Появляются Именно тогда Когда придумывается Новый способ Обмена контентом Последний Клабхаус Связан Со звуковыми Сообщениями И Третий Это внешний вид С одной стороны С другой стороны Структура Самой платформы Самой соцсети И на выходе Соответственно Вот этой Всей истории С платформами И с экономикой Внимания Которая То есть платформа Держится За счет того Что она Обладает Тем или иным Большим Или маленьким Массивом данных И алгоритмом Обработки Этих данных И для того Чтобы эти данные Накапливать Ей нужно Соответственно Удерживать Внимание Пользователей Именно поэтому Появляется Фигура Активного Пользователя Который Вытесняет Пассивного Потребителя То есть Массовая культура Мы с вами Об этом говорили Чуть-чуть Раньше В предыдущем Видео Создает Вот этот образ Телезрителя Пассивного Потребителя Контента Даже не контента Да Условно Массовой культуры Зритель Массовой культуры Да То Современные Платформы Создают Активных Пользователей И они Соответственно Осознают себя Совершенно иначе Если условно Да В предыдущей Истории С Пассивным Потребителем Критерием Успеха Да И двигателем Собственно Человечества Является Потребление Да Когда Я отличаюсь Тем Что я потребляю Я отличаюсь Тем Что я потребляю Грубо Да То есть Я Имею Такое Признание Сколько денег Я могу потратить Да Я Имею Такое уважение Сколько стоит Моя машина Сколько стоит Мой дом И так далее Соответственно Это феномен Демонстративного Потребления Массового потребления Он написан Много где И как бы Вся вторая половина 20 века Она про это То сегодня Мой успех Мое значение Мой социальный статус Зависит Не от демонстративного Потребления Он измеряется В подписчиках В просмотрах И так далее То есть Современный Человек Стремится Не тратить Как можно больше денег И этим Зарабатывать Свой социальный статус Социальный капитал А Накапливать Как можно больше Чужого внимания Если Раньше Вот эта Социальная пирамида На ней находились люди Из журнала Forbes Которые Соответственно Могут себе позволить Тратить Как можно больше денег Яхты Футбольные клубы И так далее То сегодня На вот этой Социальной пирамиде Находятся Властители мнений Властители дум Люди Которые имеют Гигантское количество Подписчиков И Не всегда Они Совладают Совпадают С теми Кто тратит Много денег Бывает Что человек Сознательно Строит свой образ В том Что он не тратит Много денег Это такой Очень важный момент И соответственно Вот этот человек Активный юзер Который заточен Который стремится Не к успеху Не в том смысле Что зарабатывать И тратить много денег А к тому Чтобы зарабатывать И тратить много внимания Присваивать Много чужого внимания И отдавать Много внимания своего Вот этот человек Соответственно Строен совершенно иначе В частности Например Политический активизм Политический популизм В некоторых случаях Связан На мой взгляд Именно с этим Что он современный человек Он не симулирует Жажда Не симулирует Политику Да Когда условно Нулевых политики Практически не существует В России Я имею ввиду Да И в других По большому счету Странах То сегодня Как бы Политизировано Абсолютно все Экологическая повестка Медицинская повестка Школьная повестка Политика пронизывает Абсолютно все Потому что Политика Это место Где я могу Работать с вниманием И соответственно Политика Причем Современная политика Да Это история Не про Принятие решения Скорее даже Это про Осуждение И одобрение Да Вот это вот Собственно Лайк и дизлайк Современная политика Строится именно так И когда Политиков Называют блогерами Это не столько Даже уничтожительный Момент А момент Действительно Связанный С тем Как реальная политика Сегодня существует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин